Титу От Павла, служителя Бога и апостола Иисуса Христа, Титу, истинному моему сыну по общей вере. Я был послан привести избранных Богом к вере и постижению истины и к подлинному Богопочитанию и дать им надежду на вечную жизнь. Ее обещал никогда неугущий Бог, прежде чем создан был мир, и в назначенное им время Он явил в мир Своё Слово через проповедь, которая была мне доверена повелением нашего Спасителя Бога. Милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса, нашего Спасителя. Вот для чего я оставил тебя на Крите. Ты должен устроить все дела, что остались нерешенными, и назначить старейшин в каждом городе так, как я распорядился, а именно, они должны быть людьми безупречной жизни, женаты не больше одного раза, дети их верующими и не замечены в распущенности и непокорности. Ведь руководитель на службе у Бога, он его управляющий, должен быть безупречен. Им не должен быть человек самоуправный, вспыльчивый, пьяница, драчун, любитель наживы. Напротив, это должен быть человек гостеприимный, любящий добро, здравомыслящий, справедливый, благочестивый, умеющий владеть собой. Он должен быть привержен истинной вести, согласной с нашим учением, и уметь одних поддержать здравым наставлением, а других, тех, кто ему противится, обличить. Ведь есть много людей, не признающих ничьей власти, болтунов и обманщиков, по большей части изобрезанных, которым надо затыкать рот, а то они губят целые семьи тем, что ради низменной корысти учат тому, чему не надо учить. Некогда один из них, он слуёт у них пророкам, сказал «Критя не лгут непрестанно, ленивые, жадные твари». Это свидетельство верно, поэтому критикуй их беспощадно. Пусть отступятся от еврейских вымыслов и не слушают предписаний тех, кто отвернулся от истины. Для чистых всё чисто, а для грязных и неверующих нет ничего чистого, потому что у них грязны и ум, и совесть. Они утверждают, что знают Бога, но своими делами отрицают Его. Это мерзавцы и бунтари. Они не годятся ни на какое доброе дело. Ты же говори то, что согласна со здравым учением. Пожилых учи быть трезвомыслящими, серьёзными, благоразумными, здраво верить, любить, быть стойкими и терпеливыми. Также наставляй пожилых женщин, чтобы они жили жизнью святой и благоговейной, без сплетен, без пристрастия к вину, пусть учат молодых добру, пусть внушают им любить мужей, любить детей, быть разумными, целомудренными, домовитыми, добрыми, слушаться своих мужей, чтобы не хулилась Божья весть. От людей молодых также требуй умения держать себя в руках. Сам будь для них образцом во всех своих делах и поступках. Пусть твоё поучение будет искренним и серьёзным, речи здравыми и безупречными. Чтобы твои противники не могли сказать о нас ничего худого, и чтобы им было стыдно. Рабы пусть во всём повинуются своим господам, пусть будут услужливы, не прикословят и не воруют, пусть проявят себя честными и надёжными, чтобы этим ещё бы украсить учения о нашем спасителе Боге. Ведь великая Божья доброта сияла светом спасения всё человечество. Бог учит нас жить в этом мире разумно, честно и свято, отказавшись от безбожной жизни и суетных страстей, и дожидаться блаженного дня исполнения надежды, явления в славе великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он отдал себя за нас, чтобы выкупить из рабства у всяческого зла и очистить народ, который будет принадлежать ему одному и всей душой стремиться делать добро. Вот чему учи. Ободряй и обличай, используя всю свою власть, и пусть никто не смеет смотреть на тебя свысока. Напоминаем, что надо повиноваться начальству и властям, подчиняться им, быть готовыми исполнить любое доброе дело, никого не бронить, не затевать ссор, относиться ко всем людям с неизменной добротой и мягкостью. Ведь мы тоже когда-то были глупы, упрямы, беспутны, были рабами всевозможных желаний и удовольствий, жили полной злобы и зависти, сами ненавистные и ненавидящие друг друга. Но когда миру была явлена доброта нашего Спасителя Бога и Его любовь к людям, не по нашим праведным делам, которые мы совершали, но по Его милости Он спас нас, очистив водой возрождение и обновив Святым Духом. Он щедро излил на нас своего Святого Духа через Иисуса Христа, нашего Спасителя, чтобы мы, оправданные по Его великой доброте, стали наследниками вечной жизни, на которую уповаем. Это верные слова. Я хочу, чтобы ты постоянно внушал эти истины. Пусть те, кто верит в Бога, стараются занять себя добрыми делами, а это для всех прекрасно и полезно. Но держись подальше от глупых прений, споров о родословных, раздоров и схваток по поводу закона, это пустое и бесполезное занятие. А того, кто вносит раскол, предупреди раз и два, а затем не имей с ним дела. Знай, такой человек испорчен и грешен. Он сам себе вынес приговор. Когда я пошлю к тебе Артема и Тихика, постарайся прийти ко мне в Никополь. Я решил провести там зиму. Пожалуйста, приложи все силы к тому, чтобы адвокат Зинас и Аполло смогли продолжить путь. Присмотри, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши усвоят, что надо заниматься добрыми делами и помогать другим в нужде. Тогда жизнь их не будет бесплодной. Тебе передают привет все, кто здесь со мной. Передавай привет тем, кто нас верно любит. Да будет со всеми вами милость Божья.